всем привет с вами канал вам их либера видосик загрузился я это понедельник у нас такое понедельник 17 сегодня да вот я загрузился таким здоровым этим как она бум лишь называется у меня стрела очень большая дископическая и на очень большую высоту он поднимается и он тяжелый 38 тысяч паундов по документу бросил я вон сколько цепей получается 1 2 3 4 5 цепей бросил и сзади стропой примотал чтобы не теребонького с этих корзинах сейчас поеду у меня тут маленькая проблема нарисовалась вроде были поменены все 10 колес на выходных а вот это колесо все но что-то не знаю либо не так села либо не докачали либо еще что-то короче надо ехать на тейку и проверять докачивать ставить и надо это что-то лаймин сделать балансировку на передней оси немножко ультре бежит вот и это все и еду я на украину опять в одессу маму всем зрителям с украины поломерный техасский привет одесса штат техасс поедем здесь я в консильвании это где-то сто шестьдесят четыре мили было от ярда вот я вот такой вот одетый в своем космическом тактюме ползусь по трейлеру все одежду пачкать а это вот и вон она вся грязная снял и пихнет все так что поеду сейчас время у нас время у нас время у нас 4 часа качественная фирма она продает в аренду сдает вот эти вот штуки ну здесь спокойненько тут одни бизнеса склады разные бизнеса металлообработка вот там кстати дальше вот по дороге я проезжал находится это отелье если кто в теме они эти делают берут f-150 пикап и конвертирует его там добавляет всякое тюнинг двигатель и так далее рауш называется вот и ну они в общем с фордом работают такой тюнинговое ателье все 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 там делают называется форд f-150 рауш там они находятся вот так что ладненько все оставайтесь на связи поехал я так добрался до трак стопа записался я на проверку этой покрышки леса а этот балансировку надо завтра с 8 утра буду делать сейчас они уже и не делают вот так что я сейчас сделаю колесо ну блин ждать на два-три часа уже все я здесь уже буду ночевать трак стоп он такой небольшой тей уже все бесплатные места практически заняты вот эти вот местах которые вот синие с колышками это платный по моему 20 15 долларов точно не помню сколько стоит бесплатно уже практически все заняты так еще может быть так ну может 10 мест вместе есть и все так что все я записался я рассоединился чтобы не потерять место так что сейчас соединился если что побыстренько вот это вот вот это вот колесо хрен его знает новое колесо все а что-то оно у меня хрен его знает может где гвоздь словил может еще чуть-чуть ну посмотрит вот он все 10 колес поменял здесь 8 сзади и 2 впереди и вот поэтому надо балансировку будет сделать все так что буду ночевать здесь пойду сейчас покушаю наверное по какому наверное схожу и буду ждать их звонка бесплатно еще никто не занимает места ночью их многие займут потому что ну вставать то негде особо будет поэтому людям будет вот два места есть там вон место еще есть места но сейчас вот они уже все еще время в принципе нормально еще пол шестого время поэтому места еще есть но заполнится сейчас по-быстрому в общем ладно пошел я покушаю с утра как-то быстро-быстро-быстро я думал я сегодня загружусь приеду на яд как обычно это бывает и уже на утро допустим поеду либо поеду еще за одним грузом а это у меня он почти занял весь трейлер вот поэтому а вот такие вот тоже фура она как бы со спальником все но она короткая тоже есть какие вот пойдем перекусим а то я говорю и будем уже тогда ждать когда мне позвонят вон там как оба перекуси там так все я подкусил все больше я не буду есть захотелось прям а здесь интересно этот как его вот тут вот ой вот он так и был а здесь этот типа ну аукцион или что-то такое коров продают такая какая-то я бы эта фирма не назвала что-то какой-то такой перевалочный пункт небольшой походу как раз сейчас там сидел так и были эти ну какие-то работники или фермеры или фермеры или тоже вот так вот вот так вот вон там корова вон там вот он скотно скотнохоз и этот а окружен у него вон коровы стоят ведь не в такой амбре и исходит как этот да если кто-то читал это как это называется Москва и москвичи Гелировского и там этих осенизаторов называли ночные бракары потому что это был паршюмер по-моему который как раз на Москву придумал по-моему бракар ну а наш народ придумал название этим осенизатором потому что по ночам всякие эти помойные ямы вычищались на лошадях как говорится сзади бочка и выгребали эти выгребные ямы за запахом стоял конкретно и вот их народ прозвал ночные бракары все пойдем в трак будем будем ждать когда нам дадут сигнал к наступлению не знаю что с колесом случилось может действительно где-то гвоздь какой-то словил может нет может здесь мойка для траков худенький водитель идет все траки все траки работают кондиционеры все у всех хреначатая иначе задохнет я сейчас трак выключал пока ходил туда записывался на прием пришел все траки дышать совсем не я сейчас уже сходил поставил вот поработает все вот уже первое место платное занял вон петрушка стоит flatbed только с этой конистогой называется стендованная все траки тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар-тар пойдем ждать походим как пойдем ждать как походим ну вот у нас это на выход я расцепился уже расцепился все новые новые блестящие совсем как настоящие потом еще сейчас я в техаса назад буду ехать на домашнюю будет менять походим так что все давайте до связи так все наконец-то я заехал 3 часа время у какой 3 почти 4 сли с ним 4 в 5 где-то 5 вот заехал сейчас будут смотреть что тут с колесом не так блин что-то они так busy заняты очень сегодня были все уже стемнело 3 часа я ждал уже все темнее потом меня так ну все поменял он мне вроде как бы с самой резиной все нормально скорее всего проблема была в этом ну в этом в ниппеле вот вон там где-то не вот самой а вон там внутри что было где-то может быть там может быть проблем было накачал ее все сейчас немножко постоит пару-тройку минут и будет видно а тут а тут в пенсильвании не знаю как в других штатах а у нас очень много сезон начинается этих светлячки летают где-то в темноту надо зайти и прямо это особенно у нас в апартментах деревья гуляешь когда собаку ветведь ой прям столько много и плохо видно когда когда надо а вот они вот летают вон 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 там огоньки выгорают там он тоже где деревья они особенно любят где деревья вон вон их видно и он так летит летит раз зажгется потоком раз зажгется потоком с утра завтра здесь балансировку в 8 утра у них мастер только с 8 утра там до 4 что не работает я думал они в любой момент могут балансировку сделать да нет и тоже позвонили на другую это там дальше где-то 163 мили от этой на Петро трактор тоже так же там только с 8 утра не будет балансировку делать вам футушки ну давайте зажигайтесь что ли елки зеленые когда не надо из вас много видно 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 вот они такой влажный климат предпочитают так сейчас он поставит все назад пойду я помоюсь пока ждал когда бы они мне позвонили можно было бы сходить а так бы намылился и они бы позвонили да так все ну что эти платные места еще есть а вот бесплатные уже все уже давно что занято но время 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 пол девят десятого уже двадцать один тридцать три так ну все день закончился колесо поставили завтра утром проверим завтра утром восемь утра у меня тоже назначено у них этот развал схождения балансировку делать вот что еще на восемь утра сходил я в душ помылся освежился и все ложимся спать так что до встречи на дороге всем пока пока ставьте лайки подписывайтесь на канал